Девушки отдыхают В древнем Вавилоне для записи музыкальных звуков использовали клинопись или пиктографическую запись. Древние греки использовали для записи музыки буквы своего алфавита. Буквенную запись применяли и в Средние века. Но записывать музыкальные звуки буквами было не очень удобно, поэтому музыканты продолжали заучивать музыкальные произведения на слух. А чтобы показать музыкантам направление мелодии, дирижер показывал ее рукой, как будто рисовал в воздухе. Наблюдая за дирижером, музыканты научились изображать на бумаге не отдельные звуки мелодии, а ее рисунок, направление. Так возникла система записи звуков, где каждый значок изображал не отдельный звук, а целый музыкальный мотив. В России такие значки назывались знаменами или крюками, в других странах – невмами. Эти знаки могли напоминать певцу уже знакомую мелодию, но вот исполнить новую, незнакомую музыку с помощью крюков было невозможно. Только в XI веке итальянский монах Гвида из города Ореца придумал систему записи звуков на линиях, которой музыканты пользуются до сих пор. На изобретение новой системы Гвида натолкнул обычаи проводить в певческих книгах линию, отмечающую средний звук мужского голоса. Выше и ниже этой линии располагались невмы. Это помогало хору примерно установить высоту звуков нужной мелодии. Гвида прибавил к этой линии еще две – сверху и снизу, что дало возможность точно записать уже не один звук, а еще пять соседей. Ведь теперь можно было использовать не только сами линии, но и промежутки между ними. По таким знакам можно было спеть или сыграть любую, даже незнакомую мелодию. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, почему попугаи разговаривают? Оказывается, говорить умеют не только попугаи, но и другие птицы, например, скворцы и даже вороны. Ученые объясняют это особым устройством горла птиц, позволяющие им воспроизводить разные звуки и даже человеческий голос. Таких птиц еще называют имитаторами. Лучшие имитаторы в мире – пересмешники. Они могут имитировать звуки других птиц. От криков чаек и ястребов-перепилятников до рулат, певчих дроздов. Иногда пересмешники имитируют скрип двери или даже кошачьи мяуканья. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, почему в ракушках слышится шум моря? Все дело в том, что звук моря – это не что иное, как измененный шум окружающей среды, отраженный от стенок раковины ракушки. Чем больше шума вокруг, тем сильнее шум моря в ракушке. Ее размер и форма также влияют на издаваемый шум. Чем больше ракушка и чем больше у нее изогнутости, тем насыщеннее получается шум. Для того, чтобы услышать шум моря, вовсе не обязательно иметь в доме ракушку. Такой же звук можно получить при помощи обычного стакана или даже ладони, приложив их к уху. В науке такое явление называется резонансом. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, почему рыбы не разговаривают? Многие из вас слышали выражение «нем как рыба». И действительно, люди никогда не слышали, чтобы рыбы издавали какие-то звуки. Но так ли молчаливы рыбы на самом деле? Ученые много лет изучали поведение рыб и пришли к выводу, что рыбы вовсе не молчат, а активно разговаривают. Проводя свои исследования, ученые опустили под воду специальный микрофон – гидрофон. На записях удалось разобрать разные звуки, издаваемые подводными обитателями. Каково же было удивление ученых, когда выяснилось, что это не что иное, как разговор рыб. Разговаривают рыбы при помощи специальной мышцы, вызывающей колебания плавательного пузыря. К примеру, черноморская ставрида издает звук, напоминающий собачий лай. Азовский бычок – рычание, кефаль – цоколе копыт. А карпы и караси – причмокиваю. Как думаете, может, и золотая рыбка вовсе не сказка? Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, почему гром всегда гремит после вспышки молнии? Молнии-гром – это два различных явления, которые всегда сопровождают грозу. Молния – это яркий свет от электрических разрядов. А гром – это звуковое явление, которое сопровождает разряд молнии. Раскаты грома возникают из-за того, что молния имеет значительную длину. И звук от разных ее участков доходит до нашего уха не одновременно. Измеряя интервал времени, прошедший между вспышками молнии и ударом грома, можно приблизительно определить расстояние, на котором находится гроза. Обычно гром слышен на расстоянии до 20 километров. Поэтому, если мы видим молнию, но не слышим грома, то гроза находится на расстоянии более 20 километров. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Если что-то непонятно и у вас вопросов воз, мы ответим вам занятно на любой на ваш вопрос. Что за звук внутри ракушки? Из чего пекут ватрушки? Кто придумал погремушки? От чего грохочет гром? Где в лесу живут лягушки? Почему у нас веснушки? Наш профессор Почемушкин вам расскажет обо всем. Подпишись на канал Профессор Почемушкин ТВ и смотри новые серии веселых познавательных мультфильмов. Ставь лайки, пиши комментарии и задавай свои вопросы, ответы на которые ты хочешь получить. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Понравилось видео? Подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.